Сегодня 10 декабря. Международный день футбола. Футболистам в нашей стране быть нелегко, но болельщикам еще сложнее. Это сильная новость. Рубрика «Короче». Поехали. Ну и новость соответствующая. Футбольный клуб «Гомель» провел суперфердопердозный сезон в этом году, но поклонникам зелено-белых от этого не легче. Лучшим тренером Беларуси стал Иван Биончик, под руководством которого «Гомель» феерил в этом году. Но теперь он будет тренировать «Солигорский шахтер». Скорее всего, туда отправится нападающий Андрей Соловей, который стал лучшим футболистом Беларуси. Капитан «Гомеля» в этом году Руслан Юденков, который вошел в состав символической сборной. Контракт с ним тоже истек, и где он будет дальше, непонятно. Мужикам огромное спасибо за этот сезон. Но что будет с «Гомельским футболом» дальше? Девушка проснулась без пряди волос, побежала в больницу, но диагноз там поставить так и не смогли. Сильные новости разбирались, в чем дело. Девушку зовут Кристина, она из Калинкович. Завела себе морскую свинку, назвала ее Моська. Вот фотография этой звуруги. Как-то раз Моська уснула на хозяйском диване. Утром Кристина стала расчесываться и от головы отвалилась прядь волос. Испуганная девушка побежала в поликлинику, но там только развели руками. Кристина вернулась домой, взяла морскую свинку на руки, поднесла к уху и слышала хруст, будто кто-то что-то ест. Так и оказалось, Моська грызла ей волосы, наверняка приняв их за солому. Вот такая история. В Гомеле будут судить мебельщиков, которые обманули минимум 28 человек. Была фирма А. Дела у которой пошли не совсем хорошо. Ее руководители основали фирму Б. Они оформляли заказы, брали предоплату порой стопроцентную, но средства шли на погашение старых обязательств, а новые клиенты дожидали своих заказов долгие годы. Как итог, обмануто минимум 28 человек. Их кинули на 71 тысячу рублей. Делом занялась прокуратура, и мебельщиков будут судить.